Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 8 июля 2020 года. Продолжаю тему Дубна-допотопная ядерная держава. Дубна-допотопная подтвердилась. Мы едем в Дубну по приглашению группы поддержки местных жителей, которые интересуются альтернативной историей. Мы это три человека, у нас три человека. Я и две соратницы Маша и Юля. В предыдущих сериях я показывала по фильму старые фото Дубны. Это, напоминаю, город физиков-ядерщиков, где была создана атомная бомба, благодаря чему ядерная бомбежка наших городов после Великой Отечественной войны 1941-1945 оккупантами планеты не состоялась. Однако они взяли реванш в Холодной войне. Пока, пока. Дубна или то, что здесь было ранее, я немного осветила в первом фильме и то, что в 1934 году был построен канал Москва-Волга. По всей видимости, здесь были каналы и в допотопной цивилизации. И в советский период их восстанавливали и расширяли, когда строили водохранилища и гидроэлектростанции. Дубна, сама местность, очень древняя. Здесь постоянно, прямо по берегам рек, находят старорусскую домашнюю утварь. Датировки я опускаю. Мне любопытно было посмотреть свои версии по поводу засыпа города, по поводу конкретных двух зданий по старым фотографиям, которые я показывала. Это дворец культуры и школа номер 5. Но оказалось, что в городе есть еще дома со старыми подвалами, которые не подвалы. И подробно мы рассмотрели здание, которое называется Дом ученых. Сегодня вы это все увидите. То есть я вам покажу в этом фильме три засыпанных объекта. Да, да, да. Орбита. Разбитый шар. Дома ученых. Красота. Это улица ученых, да? А мы сейчас на этой стороне? Мы еще не переехали туда. Да, мы еще здесь. Мы находимся здесь. Мы находимся в доме ученых самых-самых из института. И вот в этом здании, внизу, в том крыле, есть большой-большой скутки. Подвал используется тоже под какие-то... Ну, там какая-то организация или что-то там. Да, прям прям классные дороги. В общем, такая грамотная проектировка, не хаотичная застройка. И он тоже не полностью на воздушную. Если там часть оттопанная, можно его обойти, посмотреть. Сейчас. Давайте один. Перестроили. Но это не так давно было. И сегодня в 56-м, как они говорят, в институтской части. И вдруг все перекроили, перестроили. И все быстро, срочно, они делают перепланировку, да? Да, да, да. И все меняют. Лукавят. То есть, если они делают изначально элитное жилье, то, значит, оно элитное жилье должно остаться и дальше. И там, кстати, в одном доме какие-то уникальные медные проводки, которые сейчас не пользуются. Класс. Город очень уютный. И мы видим, что житель, художник оформил свой двор очень красиво, с любовью. Ну, и также подвалы. Куда же без них. То есть, дом стоит на старых стенах. Мы потом посмотрим, что-то закрыто, но вообще он стоит на старых стенах. Дом ученых. Так, дверь сделана из окна. Не дооткопан. Да, и там тоже он везде. Нет, обойти его. Теперь посмотрим, как его откопали. С этой стороны не откопали, а с другой стороны откопали. Потому что в ней, как бы, рентабельности нет никакой. Да, только затратная часть. Дом ученых. Так, идем по холму. И я предполагаю, что вот эта вот граница, там он идет тоже. Здесь что-то есть под нами. Под нами есть помещение, где мы сейчас идем. Кафе. Да, и вот он, как положено, откопанный этаж. Это у нее до конца откопанный. Ну, дверь тоже из окна сделана. То есть, настоящие входы где-то внизу. Там еще есть. Еще есть уровень. Это не только вот этот этаж. Там еще есть этаж. Там частично... Смотрите, просится вот такое же окно длинное, ниже. Ну, конечно, конечно. Вот это что такое тут? Вот он, откоп. Не дооткоп. Вот здесь вот немножко копнули, но не докопали. То, что в городе есть допотопные дома, мы увидели. Но под самим городом есть еще подземный город. Это уже город атомщиков. Город на случай ядерного удара. Поэтому он, конечно, весь засекречен. Что там было на самом деле изначально, допотопное, то, что потом пристроено при уже советской власти, когда изобрели атомную бомбу. Нам неведомо. Информации такой нет вообще. Мы можем видеть только визуальные следы того, что вот сверху есть. И то мы это стали видеть не так давно. Различать эти вещи. А теперь тот самый, как мне показалось, допотопный дом на старых фотографиях. На самом деле это кинотеатр «Октябрь». Он сохранился. Слава Богу, эти объекты сохранились. И есть те же самые дома, которые на старых фотографиях. «Октябрь». Так, вот он, голубчик. Если с фотографией непонятно, сколько, то здесь я могу сказать, что где-то в районе двух метров здесь есть. Двух с половиной. Вот между ними. ну где-то два метра, да. Раз, два, метр двадцать, наверное. Вот какие огромные окна. И уже выпирает грунт и выталкивает вот эту облицовку. это при ямке, да? Это при ямке, да. А здесь вот куда окно делось, его заложили, а при ямок остался. Логика, да? Вот вам допотопный, настоящий допотопный дом. Причем, может быть, для великанов. Что было наверху, он мог отсюда быть. Он мог здесь, вот смотрите, как. У них есть проекты, они знали. По крайней мере, Сталин точно знал, что есть такие вот дома и все это, про эту всю войну он знал. Потому что ленинградские ученые, вот когда строили такие города, как тот же самый Челябинск, там или Новосибирск, вот в Сибири якобы там новые города, они уже делали по вот этим вот, по этим чертежам, которые они знали, потому что были где-то заложены дороги, якобы на пустом месте, а дороги идеальные. И где-то они там на картах эти вот дороги прокладываются. То есть уже проложены, вот просвечиваются вот эти, ну, как бы, шоссе огромное. И они знают, что здесь вот, если это все засыпано чем-то, и народ-то не знает, кустики растут, еще что-то, кто-то, кто знает, что под этими холмами. Они знают, они их откапывают, загораживают, строят, ну, и даже могут строить, здесь и жителей никого еще нету, почему мне это самое не начать. Фотография, которая у вас в первом фильме, вот тут дом с той стороны кирпич, но он, по-моему, виден. Вон, видите, какой глубокий. Да, вон, вон, какой глубокий даже. А там волшебно-высокий. О, то есть там еще... Огромные окна. То есть там, где, вот, заканчивается кирпич, даже ниже. Пол, да. Стоит вот тут. Да, это подоконник, а дальше пол, да. От пола до подоконника еще. Вот это вообще-то. А это так и это самое. Не было рассчитано, да? Простроенник, помню. А кто проект-то знает? Это, я так думаю, проект допотопный. Хороший сосуд. Вот еще посмотреть, как дверь. Ну, дверь здесь, как бы, она в норме. Потому что, если это этаж... Потому что бывает по-разному. В зависимости от того, на какой глубине вот этот откоп происходит. Потому что, если бы этот откоп был, вот, допустим, вот по эти окна, да, вот так вот, по эти окна, то пришлось бы дверь делать тоже где-то вот. Скорее всего... Это было продолжение вот такое же. Скорее всего, вот это все, ну, как бы, наводил, вот построен заново. А вот это... Это здание изначально было, да? Да. Окна огромные. Это великанские. Это великанские, какой-то дом был. Потому что великаны были, и от них остались фрагменты зданий. В Петербурге остались, немножечко в Москве. То есть, если наш ДК строили два этапа, то здесь сразу вот это громадное... Как вы думаете, логично на себе как-нибудь кирпичи делать вот такую там крышу красоты? Посмотрите, что там... Могли сделать украшение. Окна маленькие очень. Это уже советские. Там 2,40-нибудь потолки. Это прям крохотулечки. Крохотулечки. Хрущевки? Хрущевки, да. Нет, они немножечко украшали вот эти моменты. Огромные. Сейчас я его засниму. Ну вот. Притянула фотография. Видно, что огромное окно. Вот как здесь. Ну, на вокзале, кстати, на ленинградском вокзале, там дом, который тон строил, якобы тон, там такие же вот закрыты, прям вот такие огромные окна. Тон, прям вот Казанский вокзал, напротив Ленинградский вокзал. Если в сторону идти, Акведука, там вот как бы вот правее, люс стоит, да. Да, он полностью закопан, потому что окна эти везде. Да, окно под окном. И вот, пожалуйста, окно под окном. Ну вот оно конкретное. Здесь оно тоже есть, просто оно закрыто. Канал был тоже с тех времен, но он был засыпан глиной. Он, вот, везде это все потекло. У вас, может быть, ее не так много, потому что в Московской области есть места, где вообще глины нет. Это в Шатуре. Это много. А там зато торф. А там торф, да. Почему? Тоже не пойму. Торф, болото, да, высохшее. И сгнившая органика. Торф. Да, он со всех сторон. Я была там, ходила. Там длинный коридор. И вот так вот по обе стороны. А перекрытия там какие? А я не знаю. Я еще тогда не в теме была. Перекрытия, кстати, могут быть обычными, потому что, скорее всего, вот это все надстроено в советский период. А вот это могло быть, вот, какая-то часть старая. Да, да, да. Принудительная, кстати, вентиляция должна быть. Больницы очень многие старые, вот с такими же. На пироговке. Действительно, Маша, это право, да. Да. У них там все засыпано. У меня Санек лежал как раз там. Где архив, вот это здание, где архив. Да, да, да. Вот там вообще огромные окна в земле. И чем отличаем? Вот это новодел. Это под эту лестницу. Видишь, он какой плохого качества. Это не тот кирпич, это советский. Это жуть вообще. Это они просто заложили. Вот смотрите, лестницу не закладывали, это заложили после. Изначально, когда вот они откопали вот эту штуку, вот эту вот часть, она могла быть чуть больше, чуть ниже. Где-то окна могли быть совсем провалены, в зависимости от разрухи. Они это все выравнивают, выставляют, потому что сами стены, ну, толстены, на них можно ставить что угодно. Они выдержат все, что угодно. Им нужно делать вход на второй этаж. Значит, настоящий вход где-то там под землей было. И вот это, у советских, кстати, еще бетон был, вот у первых советских, вот 50-х годов, он был замечательный. Они ставят вот эту вот подставку и делают настоящий хороший бетон, крепкий, крепкий. А это уже воровство, уже, наверное, 80-е годы, я так думаю, 90-е закрывают. Ну, это тоже вот уже заложили, как бы это современное. Это современное, да. Вот, отваливается. Поэтому это, ну, довольно старая вот эта штукатурка. Налепка. Вот это все налепка. Вот эта красота как бы. на старую допотопную стену. Да, да. Металлические. Да, да, закрыла. Мы вошли вовнутрь, без масок и с некоторыми припонами, но все-таки нам сотрудница показала подвалы. Так, мне надо свет, можно, да? Да, да. Сейчас, она мне надо это не отключит. Можешь включить? Подсветить. Подсветить можешь? Да, сейчас, сейчас. Разрядка не подсветит. Так. Ладно. Здесь трубы близна. Все хорошо. А вот эти большие окна, вот это там занятие тоже, да? Это все вот этот уровень, другого нет подвала? Нет. Все здесь, да? А, вот они. Поняла, поняла. Поняла. Сейчас я его. Все, спасибо. Все, в принципе, да. Мне вот это окно интересовало, как оно изнутри выглядит. Угу. Так, высота где-то 2,70. Нет, высота, наверное, метра 3. Да. Высота метра 3. У нас дома 2,70, а это выше. Света так мало, да? Угу. Нет, цвета много, это просто есть часть трубок. Угу, вот еще так. Это окно. Угу. А я его сейчас не пользуюсь, да? А здесь лифт есть? Есть. А лифт есть, да? Нету? Нет. Это лифт. Какое резюме можно сделать? Получается, что по всему огромному периметру, а это очень большое здание, очень большое, и окна, которые находятся внизу, под уровнем земли, их ширина в районе 2 метров 30 сантиметров. Это так вот на глаз. В подвалах есть еще стены поставлены, перегородки, потому что там какие-то занятия проходят. Но в одной стороне есть узкий проход огромными окнами. Проход где-то в районе метра 20, и окно на такую ширину проема, ну просто это нереально, это не архитектурно вообще никак. Это говорит о том, что коридор это сделан уже позднее. То есть когда-то это были огромные свободные помещения, комнаты. Сейчас там подсобные помещения, там трубы проходят под потолком. Перекрытие, конечно, обычное, советское, так что я думаю, что этот дом был изначально в 19 веке разрушен до основания, засыпан глиной, и потом был откопан. Естественно, что никто ничего не помнит, да и жителей здесь, возможно, не было, когда он был откопан. Он мог быть откопан еще до войны Великой Отечественной, а может быть и в конце 19 века, возможно, и так, потому что какой-то истории особой по этому клубу нет. Она такая странная история. Никто ничего не знает. Полной информации жители не знают. Но это, собственно говоря, по всем городам, потому что здесь нет коренных жителей. Нигде нет коренных жителей, у которых было бы 7, 8, 10 поколений предков, которые жили бы на одном месте или в одном и том же городе. Население постоянно убивали. Его как карту Талу до оставшейся тасовали. Особенно детей, сирот. И для того, чтобы никто ничего не помнил, чтобы не было связи времен. И с этим местом, где сейчас находится город Дубна, то же самое. Как на самом деле он назывался, неизвестно. Но то, что в городе присутствует великанское допотопное здание, это факт. Это действительно уникальное здание. По официальной справке, ДК Культуры, Дворец Культуры, клуб, мы его называем, «Октябрь», построен в 1966 году. И вот справочник организации предприятия Дворец Культуры «Октябрь». Теперь давайте поиграем в интеллектуальную игру с информацией. Почитаем, что здесь написано в официальной справке. Потом посмотрим на фотографии, на карту и вообще. Просто посмотрим трезвым взглядом, отбросив авторитеты. Итак, читаю. «Своим рождением Дворец Культуры «Октябрь» обязан одному из первых директоров Дубнинского машиностроительного завода Сергею Ивановичу Белиловскому или Белиловскому. Машиностроительный завод. То есть это не атомная энергетика, это просто машиностроительный завод. Их может быть много, но почему-то именно директор этого машиностроительного завода имеет отношение к Дворцу Культуры «Октябрь». Именно в годы его руководства предприятием 1951 по 1960 в левой бережной части Дубны стала активно развиваться социальная сфера. Были построены школа номер 5. Вот мы ее как раз посмотрим, потому что она меня тоже заинтересовала на старых фотографиях. Я считаю, что она была построена не в это время, по крайней мере ее первый этаж, а гораздо ранее, судя по фотографии. Далее детский сад номер 13, первый корпус больничного городка, началось возведение ДК «Октябрь». Напомню, что 1951 год, если вот в это время началось возведение где-то как-то, то это еще времена Сталина. Как вспоминают в своих летописях известные дубнинские историки и краеведы Беляев и Расторгуев, то есть у нас справки дают только 2 фамилии, Беляев и Расторгуев, Белиловскому или Белиловскому удалось много сделать в развитии левобережья, в том числе благодаря тому, что он умел принимать нестандартные решения. Он начал строительство ДК «Октябрь», хотя знал, что денег хватит только на фундамент в расчете на то, что деньги удастся выбить потом, когда начальство будет поставлено перед фактом начавшегося строительства. Но если это во времена Сталина, то это невозможно, вот такое нестандартное решение. За такие нестандартные решения он мог получить и расстрел за растрату государственных денег. Вот это вот предложение, и даже чуть позже, все равно еще было очень строго, что вот кое-как там на глазок ввяжусь, как Наполеон, ввяжусь в битву, а там посмотрим, распахаться, размахнуться на такое какое-то огроменное здание и поставить фундамент, а там как будет. То есть на все остальное денег нет. Это просто несерьезно. Это для дураков, вот эта вот отписочка вот такая. Для недееспособных. Но по всей видимости, я не знаю, когда это писалось, и были ли, существовали ли Беляев, может быть, они и существовали, эти краеведы, писали ли они эти строки или нет, нам неведомо, потому что у нас нет архивов, досконально проверить вот эту информацию. Является она вбросом, враньем, но то, что она ложная, и то, что она желаемая за действительное выдает, то, что так быть не может, ни при каком строительстве, это факт. Теперь давайте посмотрим на карту сравнимых. Вот он, ДК Октябрь. Это левобережный берег. Здесь, по всей видимости, особо ничего заселено не было. И в этом же районе, прям буквально рядышком, есть школа номер 5. Вот она. То есть вот он, ДК Октябрь, и вот она, школа номер 5. Это тоже большая школа, и по ней чуть позже будет сюжет в этом фильме. А сейчас просто сравните. Вот огромная школа, типичная, хорошая, большая школа. Вот дома, типичные, классические дома, стандартные. И вот посмотрите на вот этого монстра, ДК Культуры. Для, в общем-то, слабо заселенной еще на тот момент территории. Вообще практически не заселенной территории. Не встретилась только единственная одна фотография строительства этого здания. но когда уже возводятся стены. И вот мы видим, что здесь у нас стены. То, что директор машиностроительного завода сделал только фундамент, у него хватило денег только на фундамент. И здесь стены возводятся прямо как бы из земли. Ни котлована, ни следов никакого котлована. Вот здесь вот земля, довольно плотная, на ней стоит кран, тяжелейший. То есть, если бы они вырыли котлован, то здесь, скорее всего, и засыпали по новой, то кран бы сюда не стал. Смотрите, кран начнет выдавливать землю вот в эти открытые окна, проемы. Мы это видим. То есть, земля будет сыпаться прямо туда. Я полагаю, что вот здесь вот проходит некая, некая граница. Я полагаю, что они это все откопали. Вот это все откопано. Потому что, что это за строительство, если земля прямо сыпется туда? Здесь не видно приямков, которые есть сегодня. Эти приямки, которые откопаны от окон. Вот единственная фотография. Как строятся современные дома и по-настоящему большой тяжелый дом? Сейчас мы посмотрим. Да, кстати, вот так вот изнутри выглядит это полуокна заложено, потому что оно должно быть вниз идти. И здесь уровень земли. Соответственно, земля вот так вот должна сюда засыпаться просто. Вот там вот уровень. Вот так вот засыпаться должна. Вот фотография строительства, современного строительства в Дубне. Мы видим, что вырывается котлован. Как нужно правильно строить? Вырыть котлован для того, чтобы дойти до материковой плиты, пройти сквозь наносной грунт. Мы видим вот этот нанос. Вот он, уровень нанос. И по всей видимости, это глина. Вот здесь у нас есть небольшой плодородный слой. Все остальное глина, судя по цвету. Вот ее откапывают. Вот она такая. Это глина. Может быть, глина с песком. Вот он наносной грунт. Далее вбиваются сваи в материковую плиту для того, чтобы выдержать нагрузку. Вот другой ракурс строительства. Какое количество сваи нужно вбить для того, чтобы пройти насыпной грунт, чтобы здание выдержало. Ничего подобного не сказано про строительство зданий октябрь и подобное здание советской эпохи. Нет фотографий с нуля. Строительство с нуля вот как такие. Вот почему-то здесь они есть, а в Дубне почему-то нет. Единственная фотография строительства такого уникального здания, когда уже оно практически построено, возведено. То есть следы, следов, как это было изначально, как они проходили, как они строили фундамент. Нет. Еще раз посмотрим. Нету следов котлована. Вот сразу стоит и окна в земле. Вот если там на дальнем плане дом строится, окна выше уровня земли, то почему-то здесь решили их, так сказать, вот чтобы это все туда сыпалось, потому что приямков не видно, они не поставлены. Ну и это, в общем-то, лишние затраты. Свалили все на этого директора машиностроительного завода. Это типа нестандартное решение. Вот еще одна фотография Дубны, как это могло быть. Вот видите, огороды. Там где-то большое строительство современное. Здесь еще люди сажают картошку или что они там сажают, что-то возделывают. И никто не подозревает, что вот здесь вот такое проходит. А здесь такое ощущение, вот он ровно так идет, такое ощущение, что под этими буграми может тоже находиться остатки каких-то старых допотопных стен, которые потом вот так вот все завалило. Вот примерно вот такая картина у нас. Примерно такая картина. Не поймешь, что там под ней. Вот под этим песком, песка глины. Что там такое? Разравнивают, выравнивают. Еще неизвестно, что там под всем этим находится. И люди не знают, что здесь находится. Там возможно и вода какая-то есть, потому что вот видно деревья растут. Но вот эта подозрительно ровная линия, которой скрывают какие-то бугры, она может скрывать нечто большее, чем просто грунт. Вот что это он так вот взял и просто так насыпался этот грунт. И здесь какие-то там есть неровности, но люди могут не подозревать, что находится под землей. И ставить даже свои деревенские дома и тоже не подозревать, что у них находится под землей и под слоем глины, которую мы видим при строительстве Дубны и других городов. Везде этот наносной слой. И еще один объект, который я хотела показать в этом фильме, это школа номер 5, которая находится на соседней улице, буквально с этим домом, клубом «Октябрь», который тоже оказался школа закопанная. Сейчас мы ее посмотрим. Ну, пожалуй. Здесь я ее не увижу. Использован первый этаж, он первый этаж и тут же дверь одного уровня с окном. Сбита, сбита. Они сбокли. Да, они сбиты. Но они все равно под ними. Да, но они не сусадают. Тут трудно сказать, потому что они их закладывали. Здесь уже трудно сказать, какие они были изначально. Потому что они были более широкие. Они могли быть более широкие, да. Просто они сейчас уже не нужны более широкие. Нет, не видно окон. Можно, да? Да, да, конечно. Спасибо большое. А просто вот это, прыжнет. Спасибо. Подвал глубокий? В школе? Не, а просто глубокий или нет? Такой же, как вот этот по высоте, да? Мы не пойдем. Нет, нет. Мы снаружи. Ну, как бы образовательный момент. Это может быть и советский. Масонские символы у вас тут? Сталин? Мне, знаете что, мне кажется, что это обкладка вот этим силикатным кирпичом. Вот смотрите, здесь вот эти вот вещи есть. Такое ощущение, что они были все. Там был какой-то узор, да. Ну, вот стиль вот этот, вот видите. А, это тоже была борьба с преступными излишествами. Помните? Излишествами. Да. Вот излишества, как бы, да, и вот этот дурацкий силикатный кирпич, который вот, вот эту часть оставили. Мне кажется, что это обкладка вот этим силикатным кирпичом. А сам он может быть красный. Там внутри. Это облицовка, что ли? Я думаю, облицовка. Причем очень плохая, некрасивая. А он наверху, декор как-то? Ну, это может быть и советский декор, конечно. Скорее всего, какая там настройка. Ну, и шталия. Силикат, он более поздний, да. Он где-то 60-70 год. Такая вот. Тяп-ляп, складочка-то, я бы сказала. Так, ну, вокруг дома новостройки все. Когда-то здесь, может быть, что-то еще могло быть. К сожалению, все то, то, что я хотела рассказать о Дубне и об этой поездке не помещается в этот фильм. Надо будет сделать еще одну часть. Это очень важно. О том, что здесь было что-то, что-то интересное, место было исторически интересное. А пока фото на память на фоне огроменного стула великанского. Тоже такой своеобразный знак. Дубна нам очень понравилась. Может быть, еще из-за того, что была замечательная погода и мы даже могли искупаться в Волге в такую жару, но у нас просто не было времени. Замечательные люди, замечательный город. Все прекрасно, вот, уютно, великолепно. Я благодарю дубнинцев, наших соратников, которые показали нам город. Кромное вам спасибо, благодарность от нас. А зрителям моего канала всех благ. Делитесь этим видео, оставляйте свои комментарии. С вами была Галина Конышева. До свидания.